Ваше видение и вообще объективность подлинности музея? Вы знаете, когда-то еще в советские времена был такой определенный процент, определенный процент подлинности, подлинных экспонатов. Необходимо было, чтобы 70% всех предметов, это были подлинные предметы. 30% допускалось неподлинных предметов. У нас есть, конечно, копии, но в основном большие львиной своей доли – это подлинные предметы. Сам дворец – это подлинный дворец со стенами XVIII века. Да, у нас прошли реставрационные работы в перекрытиях, это были реставрационные работы, но они были необходимы для сохранения этого дворца. У нас есть предметы, которые когда-то бытовали в этом дворце, в нашем дворце. Бытовали – это предметы мебели, это живопись. Живописи нет у нас здесь, мы не можем установить, и наши. Нет, хотя, в общем-то, мы знаем, где хранится живописная работа. Сейчас часть Третьяковской галереи. У нас есть копии этих работ, но это уже копийные работы. Если они находятся в каком-то месте, в другом, если им, этим работам, там хорошо, то, в принципе, мы не против того, чтобы они там хранились. Ну, я считаю, что подлинность места – та земля, по которой ступал великий человек. Это подлинные деревья, подлинные здания, подлинный пруд. Но нельзя в реку войти два раза одинаково. Будет совершенно разная вода. Ну, я вот тоже стоял у истоков создания музея. Зародился наш музей в 1982 году, когда вот два энтузиаста, или, как сейчас говорят, энтузазиста, вот, ваш покорный слуга и ныне покойный, к сожалению, к великому краеведу Александр Иванович Виноградов, мы стали собирать местную историю и открыли небольшой музей, музей на общественных началах, историко-литературный, как мы его назвали, музей Веземы. Здесь домики Причата, домики священника, который вы сейчас не можете видеть, он там закрыт реставрационными лесами, сейчас он находится на реставрации. В трех небольших комнатах фотографии, палки, скалки, самовары, все, что мы смогли найти, мы, в общем-то, там представили. Работали мы по субботам и воскресеньям с 10 до 2 часов дня, принимали бесплатно любые группы, любых посетителей, проводили экскурсии, и благодаря, конечно, тому, что Институт фитопатологии нам предоставил это здание, оно было на балансе у него, и поэтому вот мы там этим делом и занимались. Ну, главной нашей была задача, конечно, не рассказать об истории этого места, хотя это тоже была задача, а прежде всего мы поставили свою задачу создать государственный музей. Ну, создание государственного музея – это очень тяжелая процедура, куда бы мы только ни обращались с письмами, везде от нас отмахивались, как от надоедливых мух, вот, и зачем надо было создавать музей. Тем более, что здесь нежелательно было создавать музей, рядом находятся два крупных учреждения, которые опекают КГБ тогда. Это Институт фитопатологии, который занимался защитой растений, они работали в своевременном Министерстве обороны, были крупные заказы, вот, и Институт, Голисонский пограничный институт, тоже ФСБ России, сейчас он тогда в КГБ России, и они, естественно, готовили политруков для границы. Ну, поэтому сюда появление иностранства было совершенно нежелательным. Но началась перестройка, начались там какие-то изменения, и мы написали очередное письмо в Министерство культуры Российской Федерации. Ну, так вот случилось вот по жизни, что я был тогда в свое время выбран еще, ну, все мы в Комсомоле были, вот, был избран членом райкома, Киевского райкома комсомола. Я работал в Москве, в Центральном госархиве Российской Федерации, научным сотрудником, и я, в общем-то, мне, вот, Киевского райкома, мне было дано задание проехать, проверить комсомольскую организацию Министерства культуры СССР, которая находилась на Арбате. Поэтому я с этими ребятами молодыми стал говорить, вы знаете, мы решили вот создать музей, и вот, что бы нам посоветовали сделать. Они говорят, это бесполезно, куда бы вы ни обращались, это бесполезно. Я говорю, ну, вы знаете, мы написали письмо министру культуры Российской Федерации, тогда был Юрий Серафимович Милентьев, как говорится, вечная ему память, очень хороший, замечательный человек, вот, сейчас мы уже можем об этом и говорить, вот, спустя какое-то время, и мы, в общем-то, обратились к нему с письмом, я говорю, бесполезно, он говорит, ваше письмо положит в долгий ящик, или никто не будет на это обращать внимания. Я говорю, ну, вашему министру в СССР напишем, я говорю, то же самое. Я говорю, ну, а что делать? А у вас, говорит, нет никакого выхода, все равно это ничего не получится. Ну, а потом какой-то молодой человек, сейчас уже не помню, кто это был, он говорит, а вы знаете, есть одна такая вот идея, бывший секретарь тогдашней ЦК КПСС, Лигачев, Егор Кузьмич, он, сейчас его кинули на культуру, и он готовит пленум по культуре, разгромный пленум во время перестройки. И вот если вы попадете к нему в струю, то, значит, вот, все будет нормально. Если нет, тогда просто все, никаких результатов не будет. Ну, мы тогда, я приезжаю к Александру Ивановичу, я говорю, Александр Иванович, давайте быстренько письмо напишем. Вот, ну, короткое, только короткое письмо, они не любят читать, как и наши нынешние правители больших писем, на полтора страниц, на полторы странички, либо, ну, вообще лучше всего на одну страничку. Ну, как изложить историю этого места и убедить на одну страничку? Ну, Александр Иванович на две с половиной написал. Я говорю, давайте все, кто к нам приходит на экскурсию, положим под стекло, под стол, и пусть они все распишутся. И вот мы за два месяца набрали 2700 подписей. Письмо дошло, как это ни странно, то ли глаз народа был услышан, то ли много подписей было сделано, но в то время еще как-то прислушивались. Вот, письмо, в общем, попало на стол, видимо, Лигачеву. И к нам приехали, стали ездить каждую неделю, а то и в неделю несколько раз, различные комиссии. То есть СК КПСС несколько раз приезжали, из Министерства культуры СССР, из Центрального совета по туризму и экскурсиям, местные наши органы власти, районные власти, областные власти. Мы уже, знаете, я даже завел такую тетрадку, где записывал все эти комиссии, которые приезжали сейчас в архиве, хранится, любопытно почитать. И вообще-то, и все они, в общем-то, мы их себе принимали, проводили экскурсии, все доказывали, что здесь необходимо создать музей. И как-то ни странно, все они давали положительное заключение. Мы, конечно, не могли говорить, что это будет музей Голицынах, или там, как, ну, понятно, Голицынах никто бы даже не вспомнили. Это князья, да и, вот, так сказать, не наши люди. Вот, поэтому, конечно, наш человек – это Пушкин, Александр Сергеевич. Поэтому, конечно, мы все время говорили, но мы говорили тогда о трех усадьбах. Это усадьба Везема, Захарова и усадьба Покровская-Засекина, усадьба Александра Ивановича Герцена. Хорошо это или плохо, я сам не знал, что такое главный хранитель. Вот, да и хранить-то было нечего особенно. Ну, первый год нас забыли профинансировать. И зарплату, значит, нам выделяли, кто какой музей не освоил деньги, значит, все сгребали, вот, нам выплачивали зарплату. И, конечно, никаких денег на экспозицию, на создание, ничего. Вещей-то у нас нет, вот, то, что мы собрали, это особенно не покажешь, это уже все-таки государственный музей. Значит, обещали выделить нас, завалить экспонатами, вот. Но, как-то немножко подзабыли, наверное, об этом. Конечно, здания были доведены до ручки, ну, прогнившие полы, вся сантехника в жутком состоянии. Сан-Педемстанция закрыла поликлинику, если Сан-Педемстанция даже поликлинику закрыла, просто уже невозможно было здесь находиться. Парашютная школа, в годы войны госпиталь, затем Институт коневодства, где шефом был буденный, потом Институт полиграфический, потом Институт сельского хозяйства, потом Дом пионеров музыкальной школы. Во флигелях, вот, в соседнем, вот в этом флигеле была поликлиника, здесь взрослая, там детская. Ну, потом стали говорить, а сколько вас сотрудников? Мы говорим, ну, у нас пять человек, а что? И вот эта вот экспозиция у нас стоит, и вот это вы все сделали, значит, пять лодерей сидят, и вы только смогли набрать вот эти вот... Мы не верим, что вы сможете создать интерьерную экспозицию. Вы можете в лучшем случае создать музей, посвященный, в общем-то, современной пушкиняна в творчестве наших современных художников. Вот, только здесь вы можете собрать какие-то работы. Ну, мы люди очень такие упрямые, упертые. Вот, мы говорим, нет, у нас все-таки будет интерьерная экспозиция. Ну, в общем-то, мы все-таки стали дежурить в антикварных салонах. Тогда салонов, то есть сейчас много салонов по Москве, а тогда было всего три салона. На Октябрьской, это там декоративно-прикладу искусства было, на Смоленской там была живопись, и на Фрунзенской набережной там мебель продавали. Ну, еще в Питере было, конечно, на Наличной улице, там вот единственный был салон. И вот мы по этим салонам и везде назначили своего сотрудника, вот, чтобы он там курировал. Конечно, было много букинистических магазинов. Я был знаком со всеми директорами этих магазинов, везде мы ездили, дежурили. Вот, ну, а в крупных салонах, как на Октябрьской, например, там была такая специальная музейная комиссия. Вот, когда человек, датчик, сдавал какой-то предмет антиквариата, то там была специальная музейная комиссия, они оценивали. Если кто-то из этой комиссии себе для пополнения фонда берет, они, конечно, покупали все это. А те, кто отказывались, тогда уже на свободную продажу. Мы просто очень быстро оплачивали, нам тогда выделяли деньги, и за что мы очень благодарны нашему тогдашнему руководству. И если у нас не было денег правительству Московской области, то я вот ехал в Министерство культуры Российской Федерации. Я знал, что если эта вещь очень понравилась, то мы обязательно его и купим. Если нет в Российской Федерации, то мы бегали там по нашим знакомым, какие-то спонсорские деньги искали. Ну, по крайней мере, мы еще довольно быстро оплачивали, и поэтому там уже товароведы, они так нам подсовывали иногда из-под полы. Вот, говорит, хорошая вещь, пришла, посмотрите, какая, пока в эту музейную комиссию, пока не оплатят, сдатчики уже заберут эту вещь, и, в общем-то, ну, вот таким образом. Потом мы очень дружили с Шереметьской таможней. Тогда наши соотечественники решили уехать за границу, многие покидали нашу страну. Ну, я и не осуждаю их, у каждого были свои возможности и причины. Ну, а тогда таможню любой антиквариат не пропускала. И у нас, вот, мы приходим в таможню, а там, например, целая партия ковров огромных. Мы говорим, вот, знаете, вот можно вот этот ковер. Ну, такая тетенька говорит, буду я из-за вас растамаживать целую партию ковров. Либо берите все, либо ничего. Ну, вот мы берем там по партии, там, пять-семь ковров. Мы набрали этих много ковров. Но так как мы в них, ну, и специалисты великие, мы только-только пришли, вот, что это такое, не знаем. Ну, как, знаете, белый солнце в пустыне. Сейчас, конечно, смешно вспоминать. То, что постарее мы, конечно, ну, фонды определили, что поновее. Мы вроде в хозяйственную часть, только наоборот, конечно, не как белый солнце в пустыне. Вот. Ну, в общем-то, там, что-то такое в хозяйственную часть. А потом один такой коврик положили, ну, здесь вот около входа. Вот. Вдруг приезжает к нам сотрудник, научный сотрудник, Музей искусства народа Востока. И говорит, вы такой богатый музей. Мы говорим, а что это такое? У вас ковры 19 века у входа лежат. Мы под белой ручки. Вы мучите нас, дураков, ум и разума. Она нам провела целую лекцию, в общем-то, оценила наши ковры. Ну, почти мы не ошиблись. Там один или два, что ли, мы все это почистили, значит, фонды определили. Все нормально было. Потом, ну, вот так вот мы всему учились. Мы, конечно, учились у наших коллег в московских музеях, в питерских музеях. Надо отдать должное, что музейное сообщество, оно очень дружное между собой. Мы никогда нам не отказывали ни в чем, всегда помогали и советом, и добрым. И даже, например, вот Музей изобразительных искусств имени Пушкина, там была такая научная сотрудница, сейчас уже не помню имя отчества, но вот фамилия Есипова, ну, вроде бы говорят, что она уже, кто-то уже ушла из жизни, но это очень жалко нам. Замечательный человек, она уже была в серьезном возрасте. И она говорит, вы знаете, вот нам пришло на закупку, вот, например, такой-то предмет. Нам он совершенно не нужен, и вы можете, вот, она нас все время, вот, как-то наставляла, сводила с коллекционерами, ну, и многие точно так же нам помогали. Вот, поэтому мы смогли за это время, за довольно короткий срок, где-то в год у нас поступало тысячи, а то и две тысячи предметов. Мы за очень короткий срок могли накомплектовать хорошую коллекцию. А хранилища-то не было, где хранить. Вот, хранили мы вначале, вот, не для пресса будет сказано. Наш директор говорит, ну, давайте вот дома, у себя. Мы смогли вот завершить вот реставрацию этого здания. Конечно, реставрация была ужасная проведена, и перекрытие, вот это Амстронг нам сделали потолок, который уничтожает всю акустику, вот, и, в общем-то... Но, тем не менее, все-таки мы здесь очень много выставок провели, мы стали проводить наши конференции, приглашать научных сотрудников, потому что своими силами мы не смогли поднять историю не везем, не с Захаровой. Это надо было работать в архивах, в библиотеках и создавать выставки. Много-много лет мы проводим традиционные три конференции. Проводили троицкие чтения, древнерусников собирали, это было всегда у нас в сентябре месяце. Потом Пушкинская конференция в октябре месяце, в первые субботы, воскресенье, октября. И Голицынские чтения, хозяева гостя, усадьба Везема в январе месяце. Пушкинская конференция Долго ждали этот юбилей. Мы смогли войти в эту государственную программу, и мне удалось убедить наше руководство Московской области, чтобы нам провести реставрацию дворца. Наконец-то была выделена серьезная бригада реставраторов, была первой научной реставрацией за 270 лет существования дворца. Были изучены, никаких чертежей не сохранилось. Поэтому смогли только благодаря натурным исследованиям что-то восстановить. Много было споров, много ругались, там много было доказано интересных вещей. Реставрационная мастерская «Илинка» проводила здесь работы. Мы провели реставрационные работы. Благодаря этим реставрационным работам мы смогли восстановить планировку дворца, смогли получить дополнительно ряд помещений. Площадь дворца увеличилась почти в два раза. Это за счет нижнего этажа, куда мы спустили гардероб, инфраструктуру всю нашу, получилось два выставочных зала. В круглом зале мы хотели сделать лекционный зал, там очень акустика такая получилась, гулкая, не очень-то хорошо. Даже небольшой кафе там у нас есть, зимний кафе, где можно пирожки, кофе, чай выпить, это зимой, а летом вот здесь вот чайная арена Родионовна. Потом, значит, у нас... И мы отреставрировали чердак. На чердаке, вы все, наверное, там бы были, там замечательный выставочный зал у нас получился, стропильная система XVIII века сохранилась, мы все сохранили. Немножко нам подпортило вот этой белой краской, которую вымазали наши реставраторы, это против пожарная вот эта вот, говорит, наиболее надежная. Но, знаете, как-то мне сказали, что я вот уехал в этот день, меня не было, и когда я приехал, мне что-то кондратья не хватило, когда я его видел этим белым цветом, все вымазано. А вот здесь был создан Дом творчества Литфонда, где была Марина Светаева, Анна Ахматова, Матезалко, Куприн, Гайдар, Павленко, Мусаджалиль, Назмихик Мит, Фридрих Вольф, мать Маяковского и там безумное количество писателей, поэтов очень известных. Мы хотим создать вот и рассказать о вот этой истории. И вот сейчас мы должны в конце сентября, или, наверное, навряд ли у нас получится в конце сентября, потому что только-только прошли вот торги у нас буквально вчера по созданию экспозиции, та организация, на которую мы надеялись, она у нас выиграла эти торги. И вот думаю, что к концу октября мы все-таки сможем открыть новый музей. Это в том соседнем Пликеле. Ну а в прошлом году мы еще отреставрировали конный двор. Конный двор и реставрация шла очень долго, шла она в течение 10 лет, это был наш долгострой. Здание было очень сложное, очень тяжелое. Это был последний объект Виталия Борисовича Бессонова, замечательного архитектора, который ушел из жизни. И это его был проект, и мы все-таки восстановили, довели до Дума этот конный двор. Сейчас там размещается музей Бориса Годунова и его времени. Но экспозиция мне не очень-то нравится. Ну вот что получилось, то получилось. Потом будем немножко переделывать ее. Музыка 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 Музыка